Сейчас модно будьте генерантом, тусуйся, проши, як гретин. Вон из-за ютуби свято, Лёша и Даша вас их накажут, блин. Сейчас модно будьте генерантом, тусуйся, проши, як гретин. Вон из-за ютуби свято, дур не в плюс один. Если у тебя уже есть работа, то хорошо подумай, чем ты там занимаешься. Потому что загоняя людей в кредитное рабство, отравляя их некачественным пойлом и зомбируя с голубых экранов лживой информацией, ты гарантируешь себе место в аду на самой веселой вечеринке в твоей жизни. Рядом с нами стоит человек, который представляет самого крупного производителя крепких спиртных напитков. Можете показать руки? На ваших красивых молодых руках десятки тысяч разрушенных семей, тысячи смертей от алкоголизма. Водка, она же портит все. Ну, скажем, портит жизнь все, но лично от каждого человека зависит его выбор. Сотни изнасилований. Каждый человек может насиловать. Пусть даже бутылки стоят через каждые полметра, но это не означает, что вы и я будем употреблять, правда? Это зависит от человека. Рядом с нами стоит человек, который является сотрудником самого крупного интернет-сайта, с помощью которого тысячи людей могут найти работу. Как вы сами нашли работу на этом? Честно говоря, ясно. Спасибо. Я просто хотел вам еще сказать спасибо вашему сайту. У меня одна знакомая приехала из Луганской области, долго отынялась, не могла найти работу. В Киеве уже начались проблемы с деньгами. Ну, знаете, бывает. Сейчас она устроилась, работает проституткой, нашла работу. Ей нравится, кстати. Ей нравится. Она очень симпатичная такая, веселая. И вот она просила передать вам спасибо. Спасибо. Нашла через наш сайт, да, вакансию. Да, да. Ну, передаем ей, пожалуйста, пускай. Спасибо. Пользуйтесь, да. Спасибо. Ну, кого вы ищете себе на работу? Если мы берем по гипермаркетам, это работники торгового зала, это кассиры и так дальше. Как вот женщине в шапочке перестать печь булки в супермаркете, да, и стать начальником там? Плодотворно работать и в процессе своей работы есть все шансы. Каким-нибудь из ваших супермаркетов уже управляет бывшая женщина в шапочке? Бывшая женщина в шапочке. Есть примеры, например, гипермаркеты восточные, где управляют. Это самое важное. Да, я думаю, что это действительно важно для человека, когда он приходит на работу и понимает, что у него есть развитие. Я думаю, да, вы правы. Я подумал, подумал насчет того, что вы сказали, что кассир может стать директором. Я подумал, что там. Так, а вы юрист, у вас опыт работы есть? Да. Мы где-то около 7 лет опыт работы. К сожалению, мы не можем поставить предметную должность. Здесь резюме вашего будущего юриста. Как-то неудобно получилось. Так, Яна, это меня так зовут. Что? Яна, это моя визитка. Ага, я понял. Это армянское имя. Ясно. Спасибо. Спасибо, Алексей. До свидания. Спасибо. Вы являетесь представителем одной из крупнейших в Украине зданий по поиску работы. Девушка, модельной внешности, удобный график работы. Можно без опыта работы. А как же без опыта, кстати? Ну, наверное, не обучаю. Ага. И дают жилье и зарплата, гена зарплата от 5 тысяч долларов. А, например, роботник на склад у торгово-будивельную компанию терминового от 4 тысяч гривен в 10 раз меньше. Не, вообще, на самом деле, вы же понимаете, что у нас шоу-бизнес хорошо развивается. То есть, возможно, это просто ищут певиц в будущем. Возможно. Артистов. Возможно. Кино, театр. Возможно. Второстепенные роли. Что конкретно в вашей организации дает участие в подобном мероприятии? Участие в подобном мероприятии дает возможность нашей организации найти молодых потенциальных талантов? Гена, снимите, пожалуйста, таланты. Вот. Молодые. Если, например, я не знаю английского языка, могу читать, но не могу говорить. А как все сейчас? Нет у меня экономического образования, но у меня дядя входит, ну, там, один из управляющих в вашей организации. Можно это указать в резюме? Ну, чтобы не возникло у вас потом, знаете, сложности. Я не могу отвечать на этот вопрос. А он там потом будет звонить и, как бы, вас увольняет, ну, ругаться там. Ну, зачем это? Можно ли сразу там отметить, там, допустим, дадаткова, там, ну, там, дядя, там, то-то, то-то, ну, чтобы не было. Я желаю удачи вам, лично вам. Есть такая хорошая песня? Мы желаем счастья. Вот я вам желаю, да. Счастья в этом мире большом, как солнце по утрам. Пусть оно... Ну, мы вам еще не простили за кризис, кстати. И никогда не простим. Это вы все натворили. А когда будет презентация, вы расскажете, как так получилось, что из-за банков случился финансовый кризис и многие люди оказались без работы и без жилья и на побочине жизни? Нет, мы будем презентовать нашу программу подготовки молодых специалистов. А кто же будет нести ответственность за это? Немножко сейчас заняты. Давайте немножко попозже обсудим этот вопрос. Ну, поймите, люди хотят знать, что делать. Я понимаю, у меня немножко сейчас заняты. Спасибо большое. А вы? Банки, как всегда, отвернулись от общественности и не нашли, что сказать в ответ на волнующий у вас вопрос. Как вы относитесь к тому, что все больше строений стекла и бетона уродуют историческое лицо столицы? Если рядом, например, с такой святыней, как Андреевская церковь, будет решено построить торгово-развлекательный комплекс и будут подписаны все документы, ваша компания сможет туда привезти стройматериалы? Я прошу прощения, у меня очень много людей сейчас. Я надеюсь, что в данное интервью вы потом согласуете с нашим отделом маркетинга? Нет. Ну, вы же должны попросить разрешения на съемку, нет? Нет, у нас такая анархическая в этом плане компания. Мы как бы что хотим, то и делаем. Получится, что вы такое лицо зла. Ну, вы в частности. Ну, и вы здесь официально снимаете, да? Нет. С вами был Алексей Дурнев, программа «Дурнев плюс один». Смотрите, у нас каждый понедельник в 23.30 на телеканале ТЭД. Смотрите также телеканал «1 плюс один», «2 плюс два», телеканал «Сити». Прошу вас, настоятельно пропускайте другие телевизионные кнопки, потому что там сплошные заказы, там олигархи, депутаты, правят бал, сплошная чернуха, заказуха и отстой. Спасибо. Подписывайтесь и смотрите все выпуски «Дурнев плюс один» первым.